Жители Алматы, пострадавшие из-за прорыва теплотрассы, провели ночь в сырых квартирах без электричества и связи. Они жалуются на то, что чиновники не предложили им временное жилье на период ремонта. К тому же есть вопросы по сумме компенсации. Люди говорят, что оценочная комиссия учитывает только состояние стен и полов, но не мебели. А у некоторых она пришла в негодность. Спали на сырых кроватях. Да здесь все сырое. Если бы они просто из чистой порядочности сказали бы, может вас поселить в гостиницу, а Пашку не было. Они оценили все это 730 тысяч деньги. Или сказали, мы пришлем бригаду и будут, они у вас это отремонтируют. На сырую штукатурку положишь гипс, он все, летом все полетит. В квартирах осыпается штукатурка. Стены дома продолжают сушить при помощи воздушных подушек. Жильцы ждут визита чиновников из городского Акимата в надежде получить информацию и помощь. Авария на теплотрассе, из-за которой пострадали 4 человека, 7 квартир и 8 машин, произошла накануне ранним утром. С ожогами людей доставили в больницу. Ударной волной в доме выбило стекла, кипятком залило квартиры. Представители тепловых сетей обещали жильцам и владельцам автомобилей возместить ущерб. ЧП они связали с изношенностью трупов. КОНЕЦ КОНЕЦ